Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нахожусь в отношениях с девочкой Смайя, все происходило прекрасно. В придаче это мои первые отношения, ходили по театрам, гуляли. Все для меня первое, не очень понятно, что тут имеется в виду. Поднакомились недавно с родителями, моими и ее. Но сейчас она, когда холодно, начала мне отвечать на этой неделе. Она мне ни слова не говорила, бывало, что-то говорила. Я пытался узнать, что происходит, она говорит ничего. В итоге вчера мне говорит, что не знает, что ко мне чувствует меня. Меня это очень огорчило, я не знаю, что мне делать. Но смотрите, ситуация здесь на самом деле такова, что человек, скорее всего, испугался серьезности от мошенников. То есть, даже мне, вот несмотря на то, что вы как бы с мая вместе, да, то есть, ну май, это получается сколько? Май, июнь, июль, август. Это четыре месяца, получается, вы вместе. Что казалось, ну, что кажется, в общем-то, таким, ну, наверное, серьезным, да, немножко, сроком. Но у меня, несмотря на серьезные сроки, есть ощущение, что это все как-то быстро произошло. И девушка, вполне возможно, просто подумает, что это слишком серьезно, и как-то вот захотела немножечко отдалиться, чтобы не потерять свою свободу. Поэтому я бы здесь больше, больше, наверное, не то, чтобы вот прям дать ей время, да. Это вы можете делать, можете нет. А я бы здесь больше смотрел на то, вот, знаете, на две вещи. Первая, на то, как вы сами к этому относитесь, то есть, как вы сами воспринимаете то, что происходит, каким вы себя чувствуете в этом, в том, что девушка вот так, значит, себя ведет, да. Это первое. То есть, ну, то, что вы чувствуете, например, чувствуете ли вы себя разочарованы, чувствуете ли вы себя обиженным, чувствуете ли вы себя, допустим, оскорбленным, униженным, или чувствуете ли вы себя как-то еще, то есть, вот, не буду гадать, вот. Так вот, на это вам, вам нужно обратить внимание, с одной стороны, с стороны, потому, что эта история, как бы, больше про то, что вы, лично вы, пытаетесь решить для себя, получить для себя в отношениях. Это первое, вам это будет просто полезно для того, чтобы лучше себя узнать. И чтобы более адекватно, да, как-то говорить девушке о том, например, что вы, ну, хотели бы, вы хотите. И, с другой стороны, больше уделяли бы внимание тому, чего хочет она, чего она хочет, как она хочет и так далее. То есть, вот это вот, очень важно. И если вы сделаете вот так, то есть, ну, то есть, вот, в нескольких, в нескольких, получается, направлениях, да, в нескольких направлениях, вы будете двигаться, то, на мой взгляд, настолько, насколько ситуация возможна для коррекции, вот, она выпрямится. Ну, вполне возможно, такое может быть, что у девочки просто была к вам страсть, увлечение, а на что-то серьезное она оказалась не готова. Такое бывает. Вот. Ну и вопрос доверия. То есть, очень часто бывает так, к сожалению, что когда люди начинают быть слишком близко друг к другу, вот, теряется доверие. Теряется доверие, да. Так бывает. Это неприятно, но так бывает. Поэтому, возможно, вам имеет смысл сделать немножко ход в сторону дружбы, в сторону партнерства, но не в сторону вот такого вот гендерного взаимодействия, если вы понимаете, понимаете, о чем я говорю, да? На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.